Мы сейчас переходим к самой приятной части нашей программы. Это, конечно же, гости в студии. Сегодня очень интересные, талантливые, приятные люди у нас. И в любой другой передаче, я бы сказал, музыкальная пауза. У нас в гостях сегодня настоящие музыканты. Руководитель ансамбля «Нежность» Сергей Бабанин и участница коллектива Альбина Михайловна Харченко. Здравствуйте. 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 Очень рада вас видеть с таким красивым баяном, главным атрибутом, наверное, вашей деятельности творческой. Конечно. Это главный атрибут нашего ансамбля. Сергей, хочется познакомиться с вашим коллективом «Нежность». Сколько человек в коллективе? Как давно вы объединились? Расскажите нам, пожалуйста. В коллективе у нас 15 человек. Я работаю на протяжении уже пяти лет в этом ансамбле. И когда я пришел в этот коллектив, конечно, я был неуверен в себе как руководитель. Но потом все-таки они меня приняли как семья. Где-то в чем-то учился я у женщин этого коллектива. Где-то они у меня опыт перенимают. Вот так мы и живем. Процветаем, поем, выступаем, радуем наш город. И хочется еще сказать про наших прекрасных женщин, которые у нас не просто женщины поют, но они у нас и пишут музыку, и стихи. Потрясающе. А если вот ангарчанка, допустим, женщина, девушка захочет вступить к вам в коллектив, это возможно? Конечно, возможно. Но у нас возрастной критерий 65+. Отличный критерий, я считаю. Многие, кто смотрит сейчас телевизор, задумывались. Вдруг они были как раз в поиске и не знали, куда обратиться. То есть к вам можно прийти. Будем очень рады. Что нужно для этого? Иметь музыкальный слух? Для этого нужно прийти к нам в коллектив, познакомиться с коллективом, прослушаться, определить, есть ли у вас музыкальный слух, можете ли вы петь. И уже тогда будем знакомиться с репертуаром коллектива и учить. Главное желание, да? Главное желание. Главное захотеть. И остальное все возможно. Ведь даже и медведя можно научить петь. А вот название «Нежность». Наверное, в репертуаре только нежная композиция? Ну, не совсем, конечно, нежная. У нас есть и народные произведения, и авторские. Есть классические произведения, которые, допустим, написаны кем-то. Также вот сегодня прозвучит песня Геннадия Заволокина. Называется «Зимние песни». То есть мы поем разнообразный репертуар. Ну, конечно, нежность присутствует. Альбина Михайловна, как давно вы в коллективе? И вообще, может быть, расскажете про какие-то традиции? Ну, я хочу начать с того, что сейчас в составе нашего сколеблется количество от 15 до 17 человек. Это женщины в основном те, которые когда-то работали. Им уже за 70 лет далеко. Но они у нас очень инициативны, позитивны, жизнерадостны всегда. А с хорошим чувством юмора хочется сказать о таких наших участниках ансамбля, которые сочиняют стихи, например, Зоя Васильевна Татаркина. Она сочиняет стихи о родных, о друзьях, посвященных нашему любимому Ангарску. А вторая участница нашего ансамбля, Галина Викторовна Кобак, она не только сочиняет стихи, но она еще кладет их на музыку. У нее есть такая песня, которую исполняет наш ансамбль. Город юности нашей, который мог бы, с моей точки зрения, претендовать даже на гимн города. В репертуаре нашего ансамбля более ста песен, с которыми мы выступаем на всех подмостках. В библиотеках, в школах, в больницах, в профилакториях. Участвуем во всех городских мероприятиях и фестивалях, за что имеем благодарственные письма, грамоты. Вот в течение 2023 года мы принимали и стали дипломантами первой степени в территориально-художественном марафоне «Серебряные таланты», который проходил в городе Уссоль-Сибирском. Хочется сказать, что коллектив вырос как в профессиональной точке зрения, так и вокальной. Меня это очень радует как руководителя. И хочется, конечно, особую благодарность сказать нашим женщинам, что они ходят, занимаются, несут вот это тепло, уют. Коллектив работает, коллектив выступает во многих, как уже было сказано, подмостках нашего города. Мы желаем вам процветания, вашему коллективу, здоровья участницам, всем солисткам коллектива. И, конечно, побольше, чтобы вы расширялись, чтобы у вас уже было не 15, допустим, а 50. И уже такой конкретный ансамбль. В следующий раз мы тут разговаривали с вами о новых творческих успехах. Хочется передать привет Артем, мой внучок. Привет, как и обещал. Также Тамара, Анатолий. Также поблагодарить руководителей. Это Валерия Александровича Домашевского, нашего уважаемого руководителя. Также хочется сказать спасибо Виктории Фаридовне Федоренко. Ну и, естественно, нашему народному оркестру музыкальных инструментов. Всех перечислять не буду. Всем привет. Пользуясь случаем, хочу передать привет огромный всем своим коллегам, всем своим участницам. Они волнуются и ждут с нетерпением это интервью. Будьте здоровы и благополучны. Прекрасно. Друзья, скажите, может быть, что-нибудь перейдем потихонечку на ноты? Обязательно нужно, чтобы вы исполнили. Не случайно у нас здесь стоит баян. Я с удовольствием для вас спою песню Геннадия Заволокина. Называется «Зимняя песня». В этой деревне огни не погашены, В летосту не пророжь. С нервными звездами нервно украшена Тихая земля и ночь. С нервными звездами нервно украшена Тихая земля и ночь. С нервными звездами нервно украшена Тихая земля и ночь. Классно. Браво. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.